Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Симонова Анастасия, я кандидат исторических наук. Я педагог, преподаватель, автор-методист дистанционных курсов истории России и всеобщей истории мобильного электронного образования. Также я автор курса программы переподготовки и повышения квалификации истории общества знаний, теории методика преподавания в образовательной организации. Опыт работы в системе образования у меня более 15 лет. Я работала на различных ступенях образования, от школы разных типов до вузовской ступени. Присываемую квалификацию по программе у нас с вами будет учитель истории и общества знаний. В последнее время проблемы исторического знания в частности и социально-гуманитарного знания в целом выносятся на широкое общественное обсуждение. Связано это с тем, что общество сфокусировалось сейчас на истории и на общество знания. Интерес лежит в таких сферах, как воспитание посредством истории, как содержание курса общества знания. И примерами этому служит не только появление различных государственных документов, таких как ВГОС, или таких как историко-культурный стандарт по истории, но и широкое общественное обсуждение концепции содержания курса общества знаний. Кроме того, у нас сейчас начинается обсуждение и принятие, возможно, кодекса чести историка. Это все свидетельствует нам о том, что общество неподдельно заинтересовано в истории, как в науке и как в учебной дисциплине. Именно поэтому на историках лежит огромная ответственность. Быть историком или учителем истории – это не профессия. Историк – это не человек, это социальная роль. Именно учителя истории влияют на массовое сознание, как врачи влияют на здоровье людей. Только историки работают со знанием человека. То, что мы закладываем с ранних лет ребенку, оно не проявляется прямо так сразу. Именно поэтому необходимо понимать особенности транслируемых нами знаний, нести ответственность за качество исторических знаний и уметь владеть различными формами, методами и способами передачи социально-гуманитарного знания, формируя конструкт исторической памяти народа. Современное общество изменяется очень стремительно. Поэтому учитель истории общества знания должен быть компетентен не только в знании основных фактов, дат или событий, но и в понимании проблем и новшеств, и тенденций социально-гуманитарного знания уметь быстро и гибко приспосабливаться к изменениям в среде, в мировоззренческих изменениях, в поведенческих норм молодого поколения. Учитель истории должен быть эрудированным преподавателем с широким кругозором, владеть основами как предметного знания, истории или общества знаний, так и психологии, педагогики, методики, возрастной анатомии и многих-многих других наук. Кроме того, необходимо не только уметь планировать свою учебную деятельность, но и четко представлять результаты, которые мы получим в ходе своей образовательной деятельности, как краткосрочной, так и отсроченной во времени. Современный мир сейчас невозможен без использования активных форм и методов информационно-коммуникационных технологий в образовании. Учитель должен не только разбираться в видах и типах различных ресурсов электронных, но и понимать слабые и сильные стороны каждого ресурса, уметь грамотно встраивать различные программы, презентации, виртуальные конструкторы, виртуальные доски, образовательные платформы в учебный процесс. Дело это осознанно, с пониманием результатов, которые мы получим, используя ту или иную программу, платформу или тренажер компьютерный. Важно понимать, что каждый учитель вырабатывает свой определенный стиль преподавания. Поэтому расширение своего кругозора, развитие новых компетенций, и компетентностей благодаря освоению программы переподготовки истории общества знания «Теория и методика преподавания в образовательной организации» позволит педагогу добавить новых красок в манеру преподавания, выявить ошибки, обнаружить в себе новые ресурсы для эффективного преподавания истории общества знания. Ощущение многогранности исторических процессов и проблем, знания различных подходов к обучению, активизация внутренних ресурсов педагога помогут раскрывать новые грани личности, формировать эмоциональный интеллект, критическое мышление и креативность и в своих учениках. Поэтому я желаю вам успешного освоения программы переподготовки, получения новых знаний, осмысления уже имеющихся теорий и подходов в образовании, структурирования, концепции, идей для успешного применения на практике. Вдохновляйтесь и вдохновляйте своих учеников. Всего вам хорошего!